Здравствуйте, в эфире программа «Рынки» в студии Константин Бочекарев. В этом выпуске обсуждаем снижение цен на нефть последние шесть недель, каковы основные причины и что может поддержать нефтяные котировки, а также говорим про российский автопром в контексте того, что все-таки с начала года акции российских автопроизводителей буквально удвоились и накануне были публикации о программе стратегического развития КАМАЗ. Там в планах в 2030 году увеличить продажи. Они могут достигнуть отметки 60 тысяч грузовиков в год. Ну а выручки, соответственно, достигнуть рекордной отметки 706 миллиардов рублей. Обо всем об этом, но сначала по традиции пару слов о настроениях в Азии и вообще на мировых биржах. Сейчас в Азиатско-Тихоокеанском регионе мы с вами видим то, что превалирует в конечном счете такие оптимистичные настроения. Гонконг приболяет уже 1%. Была покупка как раз в производителях электромобилей Xpeng, NEO. Там был рост 3-4%, возможно, даже он ускорился. И китайские девелоперы тоже себя неплохо чувствовали. Но единственное, что в Азии, наверное, одна из тем сводится к тому, что рынок акций Индии на конец ноября все-таки обошел по капитализации рынок акций Гонконга. Буквально на 5 миллиардов обошел. Капитализация индийского рынка акций приблизилась к 4 триллионам долларов США. И стал Индия седьмым рынком акций в мире. И для сравнения, с начала этого года более 15% потеряли фондовый индекс Гонконга. Порядка 16% прибавил индийский фондовый индекс нефти 50. Это одна тема. Если брать американский рынок акций, там все хорошо. Три дня подряд индексы растут. Да что там три дня? Там последние, получается, полтора месяца мы идем ралли на американском рынке акций. В данном случае речь идет про 6 недель роста. И сегодня главная тема в 16.30 по Москве – это публикация индекса потребительских цен в США за ноябрь месяц. Данные от Федерального банка Нью-Йорка указывают на то, что инфляция, инфляционные ожидания постепенно снижаются. Завтра заседание ФРС, в четверг в США роечные продажи. Вот это сейчас, конечно, все занимает инвесторов. Но на рынке акций США есть один сектор, который среди аутсайдеров – это энергетика. Нефтяники американские отстают. Кто-то поэтому обращает на них внимание, что они не перекуплены, дешево и рассчитывает даже на тот или иной отскок, особенно если цены на нефть стабилизируются. А что будет с ценами на нефть – поговорим прямо сейчас. Итак, цены на нефть – рекордное такое, самое продолжительное получается за последние пять лет снижение котировок. Даже вот семь недель WCI-бренд падает. Как основные причины эксперты называют значительную рекордную добычу нефти в США – слабость в китайской экономике и отсутствие уверенности в способности ОПЕК-плюс сбалансировать рынок. Как эти факторы все влияют на рынок черного золота, прямо сейчас спросим Максима Нищаева, аналитика нефтегазового сектора. Максим, я вас приветствую. Доброе утро. Доброе утро, Константин. Максим, я перечислил, наверное, факторы, которые у всех на слуху, но ведь есть еще один. Это проходящая сейчас как раз конференция климатическая, конференция ООН по изменению климата 23-го года. Она проходит в Белорусских Эмиратах с 30 ноября по 12 декабря. И вот, помимо всего прочего, может быть, там обсуждается в том числе окончание, скажем так, нефтяного века, нефтяной эры. Может быть, и оттуда приходят медвежьи новости для рынка нефти? Да, ну это интересный фактор. Конечно, он оказывает большое влияние на информационную адженду, скажем так. Но на физический спрос на нефть и нефтепродукты в мире он оказывает малое влияние. То есть в этом году и в следующем году уже прирост нефтепродуктов будет также достаточно силен. По итогам этого года мы увидим результат где-то в 103 миллиона баррелей в сутки спрос на нефть и нефтепродукты в мире. И этот показатель продолжит расти. То есть несмотря на то, что на конференциях такого рода, безусловно, заявляют о том, что конец эры углеводородов уже близок и наступит, если не завтра, то уже достаточно скоро, спрос на нефтепродукты тем временем бьет рекорды. Хорошо. А что тогда, на ваш взгляд, основная причина, почему нефть дешевеет 7 недель подряд? Да, безусловно, период достаточно длительный и нефть сейчас находится на минимумах этого года. Как всегда, целый ряд факторов способствует и со стороны спроса, и со стороны предложения. Здесь они объединились и, значит, со стороны спроса, безусловно, это обеспокоенность состоянием экономики Китая, которая показывает, что и потребительские цены снижаются, что, в свою очередь, является показателем снижения спроса и, в свою очередь, откладывает инвестиционные решения и тем самым запускает негативный цикл в экономике. Это и, конечно, со стороны добычи целый ряд факторов, рост добычи нефти в США, который сейчас уже находится на уровне около 13,5 миллионов баррелей в сутки, рост добычи в странах вне рамок ОПЕК, это Бразилия, прежде всего, которая нарастила объем добычи на порядка 15% в этом году и продолжает свой рост. Это также и рост добычи в странах, входящих в ОПЕК+, это и Ирак, и Венесуэла. И, конечно, вот эти тенденции вместе, и особенно, когда они в последние недели этого года атакуют рынок информационным воздействием одновременно, собственно, это оказывает давление на цену на нефть и создает пессимистичное настроение у трейдеров. Максим, а о чем мы здесь именно говорим? Про новостную повестку и пессимистичное настроение? Или вот все-таки, судя по тому, что котировки Brent там некоторое время назад были чуть ли не 100 долларов за баррель, а уже в районе 70, это может быть сигнал, что в следующем году нас ждет переизбыток на рынке нефти? Ну, рынок нефти, он, конечно, цикличный. И в конце года, как всегда, мы видим небольшое превышение предложения над спросом. Это сезонный фактор. И страны, входящие в ОПЕК+, сделали попытку скорректировать это падение цены на нефть, которые наблюдаем практически каждый год в это время. Но в то же время фундаментальные факторы вызывают опасения. Вот те новости, которые приходят из Китая с начала года и которые к концу года только подтвердились, это не только падение индекса потребительских цен, но и падение индекса PPI на порядка 3% год от года и снижение объемов импорта нефтепродуктов в Поднебесную. Конечно, это говорит о том, что прирост спроса на нефть и нефтепродукты в следующем году может быть далеко не такой, как прогнозируют ведущие мировые агентства. Это внушает негативные опасения. Давайте на этом сделаем акцент. Потому что этот год мы жили как раз с предвкушением, что Китай откроет собой дефицит на рынке нефти. Это поддерживало котировки нефтяные. А в следующий год получается все-таки переизбыток. У нас есть какие-либо ориентиры, что мы можем получить? Да, конечно. Мировое энергетическое агентство прогнозирует переизбыток около 1,5-1,7 миллионов баррелей нефти в первом и во втором квартале следующего года. Это будет продолжением тренда, который начался в четвертом квартале этого года. Но ближе к середине и ко второй половине следующего года вероятно, рынок может прийти к балансу, если самые негативные опасения по поводу китайской экономики не подтверждятся. Хорошо. А что может сделать ОПЕК-плюс в текущей ситуации? Потому что последние те ограничения, которые были, по-моему, в начале 2024 года пролонгированы, ничего нового здесь, по большому счету, мы не получили. Будет ли ОПЕК-плюс совмешиваться, защищать вот этот рубеж 70 долларов за баррель? Если да, то когда, на ваш взгляд? И восстановление добычи в Иране, в Венесуэле может ли остановить, помешать ОПЕК-плюс? Безусловно, ОПЕК-плюс будет пытаться привести цены в комфортное для себя значение. Это 70 плюс долларов за баррель, желательно больше 80-80. Да, безусловно, я считаю, что ОПЕК-плюс предпримет очередную попытку и объявит о дополнительном сокращении добычи. Возможно, это будет даже на последующем заседании ОПЕК. Это, скорее всего, будет в виде уточнения уже объявленных целей по сокращению 2,2 миллиона баррелей в сутки. Из них, правда, только 0,9 миллиона баррелей — это новые сокращения, а остальные 1,2 миллиона баррелей — это уже объявленные ранее сокращения. Поэтому уточнение этих параметров и, возможно, дополнительные сокращения, которые, может быть, взяты не только Саудовской Аравии, но и России, и рядом других стран, возможно, окажут позитивную динамику и давление на цены на нефть. Есть ощущение, что если дополнительного сокращения от ОПЕК-плюс не будет, вот что-то новое, то без этой морковки для рынка мы 80 долларов за баррель, там сильно выше нам будет сложно пойти, с учетом профицита в первом-втором кварталах. Да, да, действительно, это видится сейчас именно так. А что, кстати, вот с Ираном и Венесуэлой? Я смотрю, в Венесуэле про нее говорили, когда США начали смягчать санкции, что это заплатка для рынка нефти, она ничего не значит, но, тем не менее, Венесуэла добыча на максимуме за 4 месяца. У Ирана и Венесуэла она в ноябре, по данным S&P Global, выросла на 90 тысяч баррелей в сутки. Иран больше качает. Да, да, и, безусловно, и у Ирана, и в меньшей степени у Венесуэлы, но сокращается существенный потенциал к росту добычи. Иранский министр нефтяной промышленности заявил, что в начале следующего года Иран ожидает увеличить объемы добычи на порядка полмиллиона баррелей в сутки. Вряд ли этот показатель будет достигнут, но даже если процентов 60-70 из него будет достигнут, то это уже будет существенный прирост. У Венесуэлы потенциал меньше, потому что он требует существенных инвестиций в инфраструктуру нефтедобычи в стране, но он тоже есть. И, конечно, без дополнительных действий ОПЕК+, вряд ли можно увидеть позитивное настроение. Максим, а вот на что нам тогда ориентироваться вообще в ближайшее время, пока ОПЕК+, вновь не вмешался в ситуации на рынке нефти, что 70-80 долларов за баррель мы консолидируемся? Какие уровни, какой диапазон для себя держать в поле зрения в первом квартале, в втором, если они могут быть непростые, просто ждем прояснения ситуации и в Китае, и в ОПЕК+. Да, действительно. Ну, вероятнее всего, боковое движение цены на нефть в диапазоне 70-80, и при наличии позитивных новостей со стороны спроса в Китае, и подкрепленные решением ОПЕК+, вероятен поход в диапазон 80-90. Ну и дальше уже будем смотреть на баланс. Хорошо. Надеюсь, базовый сценарий, что 70 долларов за баррель, устоит. Я не могу вас не спросить про перспективы 2024 года в контексте российского фактора, потому что ЕС, по-моему, уже сбился со счета 12-й, наверное, санкционный пакет готовит. Вот шли публикации в Reuters не только о том, что ЕС может ввести запрет на продажу старых танкеров российским компаниям или другим компаниям, которые могут их использовать для обхода потолка цен. Но вот, скажем так, 12-й санкционный пакет, там смягчение риторики, никаких запретов нет. Вот с чем это может быть связано? И пойдет ли Запад, не знаю, на пересмотр потолка цен на нефть для России? Будет ли пытаться здесь докрутить гайки, или это вообще невозможно сделать? Ну, что касается танкеров, то, конечно, Европа является крупным поставщиком фрактовых услуг и для российской нефти в том числе. И, конечно, такие страны, как Греция и Турция. Турция не входит в ЕС, но Греция, безусловно, оказывает сильное давление на непринятие санкций в отношении старых танкеров. И вероятнее всего, что Греция наложит вето и приложит все усилия, чтобы и дальше эта поправка не проходила. Что касается потолка цен на нефть, то, в общем-то, этот год показал, что он фактически не работает. И сейчас Соединенные Штаты, и к ним присоединяется Европа, в какой-то части меняют свою стратегию и будут оказывать давление на неценовые параметры и механизмы поставки российской нефти на мировой рынок. Спасибо за экспертизу. Всегда приятно общаться. С нами был Максим Нечаев, аналитик нефти и газового сектора. Мы обсуждали ситуацию на рынке нефти, а теперь уже поговорим о российском рынке акций и бумагах КАМАЗа. Я приветствую финансовую аналитику Андрея Верникова, с которым мы обсуждаем фактически программу стратегического развития КАМАЗа, перспективы акций российского автопрома. Андрей, здравствуйте. Для меня такой приятный сюрприз, что в 80-е годы у вас был опыт работы на АЗЛК. Вы знаете, как устроена отрасль. Давайте обсудим КАМАЗ. С начала года, несмотря на падение последние три месяца акций на 30%, акции КАМАЗа все равно с начала года подорожали почти на 120%. Что вообще вы думаете про компанию? Насколько она перестроилась в новых реалиях? Насколько они бенефициар происходящего? С чем вот этот бурный рост котировок связан в текущем году? Ну, как всегда, у нас рынок акций существует немножко отдельно, и реальная экономика отдельно. Не всегда они совпадают правильными путями. Что касается рынка акций, нужны были внятные идеи. Значит, была внятная идея, что госзаказов будет больше, чем ожидалось ранее. И была идея о том, что Солерс и КАМАЗ возможно объединятся под крышей КАМАЗа. В общем, на этом акции, можно сказать, разгонялись. Но перспектива... А теперь отдельная тема, что происходит с КАМАЗом. Вот эта новая программа развития 30-го года, она очень амбициозная программа. Но у нас же мы смотрим по факту. Вот мы на ожиданиях растем, наш рынок. Немножко параллельные пути не всегда сходятся. А тут мы будем смотреть, она очень амбициозная. Надо сказать, что менеджмент КАМАЗа, он очень грамотный. Мы даже в свое время ездили туда в Тольятти, консультировали по поводу валютного хеджирования. Потому что они там покупали за границей определенные блоки. В общем, и поэтому у меня нет оснований не говорить, что она не будет выполнена. Но с другой стороны, вот эта вот новая техника и карьерная техника, и автобусы, это требует инвестиций. А инвестиции это всегда деньги. И это, в общем, может некоторых инвесторов сейчас отталкивать от покупки этих акций КАМАЗа. Я здесь обращу внимание как раз на заявление, которое делали в КАМАЗе, на публикацию Индефакс о том, что программа инвестиций, сформированная в объеме более чем 380 миллиардов рублей, приоритетным является программа Neocor, Re-engineering 2.0, развитие новых бизнесов и продаж. Хорошо, программа стратегического развития КАМАЗа. Вот эти цифры, выручка 806 миллиардов рублей, продажа 60 тысяч грузовиков в год. Мы уже этой темы коснулись. Тем не менее, это может быть какой-то и драйвер, в том числе, фактор поддержки для акций? На что надо смотреть дальше? Что КАМАЗ вернется к публикации отчетности? Потому что, по-моему, за первый полугодь 2023 года, и за 2022 год ее не было. Зачем следите? Ну, в общем, мы оцениваем это как по рынку, в общем, будет ситуация. Почему? Потому что тут есть фьюжн, сплав негативных, позитивных, как всегда. То, что программа есть, это потрясающе. Но, тем не менее, когда после событий 2022 года, февраля, думали, что рынок открыт полностью до КАМАЗа, можно будет расширить долю рынка, но хлынули китайские производители, да? И сейчас даже мне вот из Казани пишут, что это сильно раздражает, что на улицах все больше и больше китайских грузовиков. В общем, поэтому программа – это плюс. Большой плюс, что есть долгосрочные и, главное, даже не только программы, я сказал, а гарантированный госзаказ на ближайшие годы по многим показателям. Например, автобусы-вездеходы по поводу автобуса в Москве, вернее, не автобуса, а более современные, Подмосковье. То есть это хорошо. То, что работает на внутренний рынок – это хорошо. Но мы с вами понимаем, что такие компании являются прокси-экономикой. Если экономика по каким-то причинам будет чихать российская, то и с КАМАЗом будет не супер-пуперсо. А как с финансовыми показателями быть, когда их не так много? Были ожидания на 2023 год, что рынок в этом году будет 65-68 тысяч единиц грузовиков. Минпромтор, по-моему, говорил о том, что рынок за 11 месяцев вырос гораздо сильнее, почти 130 тысяч машин. То есть вроде бы год неплохой. А на какие цифры опираться вообще инвесторам? Как вы моделируете финансовые результаты КАМАЗа? Рентабельность его? Ну, поскольку КАМАЗ находится под санкциями, мы понимаем, что отчетность вполне естественна. Мы не видим полной отчетности. Поэтому мы скорее опираемся на физический выпуск продукции. И тут надо сказать, что, опять хочу повторить, что то, что имеет большой госзаказ, это очень важно для компаний и для инвесторов на ближайшие годы. Ну, я вот вспомню еще недалеко, как в апреле, когда буквально тогда, по-моему, весной за неделю акции российских отопроизводителей удвоились. Мы тогда с вице-президентом Национального автомобильного союза общались. И тогда Ян Хайцайр как раз говорил о том, что позитивные моменты были. Это визит лидера КНР в Россию и программа поддержки автопрома президента. Плюс он отмечал, что КАМАЗ бесконечно укрупняется, получает все новые активы. Ну, тогда же мы обсуждали и другие имена. Вот Солерс – бенефицар того, что вроде бы не на кроссоверы сделал ставку, а пытается как раз в случае с седанами, там, такси, кошеринг, машины, которые будут в частных руках, вот на это сделать ставку, заменить там, Хундай Солярис, Фольксваген Поло. Кто вам наиболее интересен в секторе российского автопрома? Не знаю, ГАЗ с его микроавтобусами, Газелями, Солерс с седанами или все-таки тот же КАМАЗ? Может быть, не на этих уровнях, а еще там процентов на 10-20 дешевле, если акции будут? Ну, все-таки я бы покупал КАМАЗ, но на самом деле сейчас идет такая сильная перестройка, она еще не закончилась. В общем, мы не знаем, что будет на площадках, например, в Калуге выпускаться, как до конца не все знаем, не все понимаем. Вот поэтому, а у КАМАЗа все более транспарентно, прозрачно, мы знаем на ближайшие годы программу, я бы сделал все-таки на КАМАЗ ставочку. Если говорить о том, что за последние три месяца КАМАЗ, Солерс, ГАЗ, НЕФАЗ, там падение было от 30 до 50 процентов, это что? Коррекция, фиксация прибыли, чем это объяснит эту волатильность? Ну, если акция растет с 85 до 270, то это не совсем нормально, с моей точки зрения, с начала года, да, это аномальный рост. Я считаю, что коррекция, это коррекция, да, но, с другой стороны, дальнейшая динамика, мне кажется, будет по рынку. То есть это хорошая идея разбавить свой портфель, а вот делать ставку я бы не делал, а разбавить интересно. Спасибо вам. Это был Андрей Верников, финансовый аналитик, мы обсудили КАМАЗ. Я вам хочу напомнить, что завтра может отчитаться АФК-система, поэтому кто-то может присматриваться к этому имени. И также сегодня девелопер-самолет будет подводить итоги года. Вот Big Day, так называемый, большой день проведет. Ну и вместе с этим, конечно, повышенное внимание к депозитарным распискам, которые обращаются на российском рынке, к квазироссийским акциям, как кто-то еще говорит. Здесь мы видели накануне на продажи. И внимание еще и на Сбербанк. Вот после дня инвестора мы видим, что Сбербанк чуть ли не 10% потерял обыкновенные акции в районе как раз двухсотневной скользящей средней. Не удержит она бумагу или нет. Или вот разворот, который в финансовом секторе случился, на фоне в том числе высокой ключевой ставки, это сигнал негативный для рынка. Газпром, не знаю, тихой гавани или нет. Вот надежда на дивиденды, она здесь фактор поддержки. Вчера бумага плюс 2%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова